Музыка Я вас приветствую. Здравствуйте. Очень приятно. Мы впервые на этих белых диванах. И я с радостью поздравляю ансамбль Манта с пластинкой, которая называется «Каролена Анна» или «Королева Анна». Итак, я просто раскрываю как большую книгу. На самом деле здесь две пластинки. И хочу представить моих дорогих гостей. Они нам расскажут, почему они не полным составом, кто отсутствует и что, собственно, явилось причиной их неприхода сегодня. Я думаю, что это подготовка все-таки к концерту. Итак, мои гости. Эдгар Шубровскис. Эдгар. Пропускаю фамилии, читаю титры. Этого нет, этого нет. А вот Райтис Вилюмовс есть привет. Привет. Я знаю, что сегодня будет концерт вашей группы, и многие ребята уже готовятся и репетируют, и просто не успевают приехать к нам в прямой эфир. Вам спасибо огромное. И поздравляю с этой пластинкой. Давайте знакомиться. Что вы такой за прекрасный ансамбль? Вы исполняете свою музыку на разных языках. Вы называете себя некоммерческим проектом. Это так? Ну, то есть много вопросов. Ансамбль, мы как ансамбль, четыре человека пока что. Сегодня у нас концерт в Наба-клаб. Это наш второй альбом. Первый был желтый, этот такой более темный. Ну, это про оформление. Да, но он этот и есть такой потемнее вообще и по содержанию. Ну, и сегодня у нас в концерт в Наба-клабе, и не пришли двое наших клавишников, то есть Эдгар Смакенс и Оскар Супенекс, они не явились сюда. Но мы им передаем привет. С ними можно будет познакомиться сегодня вечером на концерт. На концерт мы еще всех пригласим, напомним. Но, конечно, многие считают, что о музыке вообще говорить невозможно. Музыку нужно просто слушать, а потом уже, ну, как-то вот понимать, принимать или не принимать, или не понимать. Это уже личное дело слушателей. Но все-таки существуют критики, и сами музыканты всегда могут как-то определить свою музыку. Мы это можем сегодня сделать? Насчет критиков. Я уверен, что хороший критик может описать музыку очень, очень хорошо. Когда я начинал, ну, я всегда был меломаном, когда я начинал уже интересоваться какой-то альтернативной музыкой. И у меня были случаи, когда я читал о какой-то группе, ну, отзывы критиков, то есть о очерке, о их музыке. И потом я эту музыку узнавал по радио, по очерку, что я слышу. Это должно быть, там, Joy Division, например. Да, это так и есть. Интересно. Так что это из такого прошлого. Ну, попробуйте описать свою музыку. Ну, хотя бы вот вкратце. Что такое ансамбль «Манта»? Это такой, как сказать, целеумс. Это путешествие. Путешествие. Да, для меня больше это путешествие. Это путешествие в будущее. Это путешествие внутрь себя. Это путешествие, может быть, в мир слова вообще. Ну, внутрь себя, в время тоже. Я могу быть там и там. И это, ну, как сказать, я пытаюсь атмосферу рады создавать. Ну, вообще, вот очень хорошо, что мы сегодня говорим об атмосфере. Что такое музыка? Это вот какое-то настроение, которое мы получаем впечатление или атмосфера, которое мы получаем от, в данном случае, и самой музыки, и текстов. Вообще, с текстами вы играете, и, я бы даже сказала, по-хорошему хулиганите, и сочиняете, и привлекаете каких-то других авторов. И я так понимаю, иногда, или, может быть, это даже ваша традиция, чтобы там одна песня была по-русски. Это такая игра? Ну, игра вообще, название, ансамбль, манта, это, ну, у него на латышском много значений, и одна из них игрушка. И это есть в некотором смысле игра. А насчет текстов, ну, это я просто очень обращаю внимание на то, что именно петь. И, поскольку я, ну, человек еще рожденный в СССР, и первое такое музыкальное начинание тоже еще в конце 80-х, в начале 90-х, ну, русская музыка и вообще русская культура оставила на меня такое достаточно большое впечатление. И мне легче выражать какую-то творческую мысль до сих пор на русском, чем на каком-нибудь другом языке. Но это воля случая, что получается на русском альбоме как-то песню записать. На первом альбоме это было стихотворение Артура Пунте, «Орбита», да, и мы с ним сотрудничаем еще в каких-то проектах в нашем фестивале, там, «Вода от айс», мы ездим по Латвии тоже иногда он выступает. А в этом альбоме, ну, у нас был такой проект «Моразм буржуазной философии». И философ Ансис Зунда, такой седой, уважаемый человек, с бородой написал. Ну, как и положено философу. Да, он мне прислал в Gmail такую длиннющую поэму о советской философии, и я часть ее взял и... И, между прочим, тексты здесь опубликован. Тексты у нас есть, да, и мы даже... Мы очень стараемся также тексты переводить. У нас есть очень хороший тоже друг Лаура Зеемел, которая нам перевела на английский все эти наши корявые и кучерявые тексты, и весьма успешно. Так что можно даже петь вместе с музыкой даже и на английском. И мы берем тексты, все эти титры, если мы едем когда-нибудь, ну, если бывает, что едем в Литву или в Эстонию, то мы берем с собой... Переводы. Переводы и просто с помощью проекции показываем их во время концерта, и это как-то... Даже и работает неплохо. Люди довольны. Переводы. Переводы и посмотрим, может быть, какой-то совсем небольшой фрагмент, чтобы у наших зрителей появилось это понимание, что же это за ансамбль манта такой. Так что внимание на экран. Переводы. 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 Красивый, красивый, такой нежный момент попался. У нас сейчас буквально вот что судьба послала нам, мы то и послушали. И мы видим, что ну вот каким-то другим стал, правда, и дреды срезал, прическа другая. И как это все прозрачно звучало, и какими вы можете быть в концертах. Мы говорим, что вот сегодня будет вечером концерт. Он будет каким по звуку? Каким вы видите его? Он будет таким презентационным, громким, будет больше электричества? Или он будет таким нежным, совсем прозрачным? Я думаю, мы в основном будем играть сейчас серию таких достаточно громких концертов, как в альбоме. Там много разных инструментов, четыре синтезатора, гитара, бас-гитара. Райтис там тоже напрограммировал барабанов разных. Ну то есть у нас комбинируются живые барабаны и электронные. Электронные барабаны, акустические барабаны, тоже были там разные ударные инструменты. И шейкеры, и конги, и вся такие в квартире. А вот когда просто берете, поете, тоже так здорово, правда? Ну это такая песня, да, весьма такая, действительно, ну, воскресенье с десмой. Опять же, атмосферное настроение, да. Ну вот мы оба альбома записывали у Ингус Балченекса тоже на студии. Ну, он вообще говорит о песнях, он записывает, во-первых, на лентах, во-вторых, это в его квартире. Это совсем другой процесс, как сейчас принято в студиях. Сейчас, правда, возвращается то, что вот вживую записывается, что уже без этого. То есть когда вы все вместе в одном пространстве одновременно записываетесь, а не отдельно? Ну, практически, да. Ну, там есть в некоторых слоях, но не имеет места обработка каждого трека, например. Потому что, например, бас, барабаны, гитара записывается сразу и на две дорожки ленты. То есть стереолента, да, не разделить уже, все. Да, и Ингус микс делает вживую, и это весьма занимательный процесс. И он вообще говорит о песнях только как о тайлы, ну, образы. Образы какие-то, которые или удается передавать, или не удается. То есть он уже не разговаривает о каких-то там умеем, не умеем, хороший звук, нехороший. А вот есть образ или его картинка, да, или нету, да. Очень интересно. Такое вот возвращение мы все время чувствуем и говорим на нашей встрече о каком-то немножко прошлом. Например, пластинка, грамм-пластинка, лента, 80-е, когда я начинал. И вот, может быть, мы вспомним, с чего каждый из вас начинал? Что это была за группа? Что это были за, может быть, места самых главных концертов? Что это была за атмосфера? Ну, это же. Группа, с которой я начинал музыку? Да. Первая группа была мне, когда я ходил в гимназию в Огро, и была группа Рудзи. Ну и надо смеяться, это история. Классное название. Да, 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 классное название. И да, мы в разные конкурсы там играли, и самые просто играли, и тоже были записки. Записи делали, да. Но сейчас, вот видите, с улыбкой вспоминаете то время. Это, мне кажется, очень важно. Первый шаг в музыку какой был у тебя? Ну, у меня были какие-то группы, когда мне хотелось играть какую-то интересную музыку, но была панк-группа такая, М-Гварда. Вообще, очень многие начинают с панка. Да, ну, конечно, потому что хочется громко и не умеешь играть, да. Ну, далее там была карта такая, ансамбль, потом хоспитали, Алла Гауярцы, такие уже более, может, с которыми уже какая-то, где-то играли уже на радио, и вообще поменялись немножко времена отношения к разной музыке. А насчет прошлого или времени, ну, может быть, хочется, может быть, смотреть в какое-то время, когда и отношение музыканта, и слушателя к музыке было немножко другое. В том смысле, что, ну, ну, и, может быть, и ценность этого была немножко повыше. И надо сказать, что я нахожу сейчас больше для себя нового в архивах, может быть, даже, чем в чартах. Я понимаю, да, это очень хорошее определение. То, что я не слышал когда-то, да, или не умел расслышать, теперь я вот это нахожу как-то. Ну, и это, я думаю, что отражается также и в моей музыке. Ну что ж, мы пригласим еще раз всех на сегодняшний концерт и вообще к вам. В фейсбуке вы есть, вы есть везде. Да, в фейсбуке мы есть, и сейчас у нас весной и летом будет достаточно много концертов. Будем встречаться, будем встречаться. Будем встречаться, приезжать. Спасибо большое. А сейчас мы завершим нашу беседу с клипом, который вот как раз показывает вашу многогранность, русский язык там. Так что я желаю вам удачи, желаю новых знакомств, новых зрителей. Ну и, конечно, пусть муза будет рядом. Поздравляю вас, ансамбль «Манта», с новой своей пластинкой, но есть и альбом. Следите за творчеством наших музыкантов. Карл и Яна Анна. Я вас поздравляю еще раз и до новых встреч. А мы посмотрим клип. Встретимся на следующей неделе. Пока. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok